А вот и не итоги дня, а итоги года 12-го. Мы заходим на второй эфирный час, и еще шесть событий уходящего года мы намерены обсудить. В студии не только я, в студии еще и генеральный директор и главный редактор нашей радиостанции, Катерина Романова. Добрый вечер. И Михаил Куриной, который является еще и программным директором нашей радиостанции. Мы все в студии. Еще раз добрый вечер. И приступаем к следующей нашей теме. А тема эта, честно говоря, мне она нравится не очень, но как журналист-информационщик пренебречь я просто не могу. И с прискорбием заявляю о том, что мы сейчас будем обсуждать Пусси Райт. Значит, это произошло в марте, 3 марта 2012 года, когда представители этой группы зашли в Храм Христа Спасителя и устроили там так называемый панк-молебен. Их арестовали кого-то сразу, кого-то чуть позже. Вся эта история в итоге пришла к тому, что этих девушек, женщин осудили на 2 года. А к госпоже Самусевич наказание было заменено на условное, и эту барышню освободили прямо в зале суда. Ваше мнение, друзья мои? Ну, начну, как обычно, из женской несолидарности с этим процессом, потому как я человек, почитающий веру, не могу сказать, что глубоко верующий, но тем не менее, обращающийся к Богу в своей повседневной жизни. Мне была вся эта информационная история неинтересна и неприятна. И я думаю, что можно было бы найти любые другие формы волеизъявления, кроме как выкидывать подобные штучки. Но это само событие. Больше всего меня из этой истории поразило то, что стали раскручивать, использовать, лоббировать, защищать, выносить за пределы страны. И раздувать всю эту историю настолько широко, что вплоть до того, что Пусси Райт вошли в шорт-лист премии Сахарова в 2012 году. Вот лично это, именно это, последнее событие, связанное с акцией Пусси Райт, меня подвергло в самый большой шок, потому как Сахаров, наверное, не для того старался. Мне интересна вообще его реакция, да, вот как бы он отнесся. Я не думаю, что он был уважен. Я думаю, что Сахаров бы подошел к этой ситуации с большим гуманизмом, нежели наши власти, в том числе и власть судебная, нежели наша церковь и люди, которые очень сильно были возмущены поступком Пусси Райт. Мне кажется, эта история не получила бы такого громкого продолжения и вообще не стоила бы выеденного яйца, если бы девушкам очень быстро дали, грубо говоря, по 30 суток принудительных работ, чтобы мели территорию вокруг Храма Христа Спасителей, а верующие в течение месяца ходили бы и плевали в их сторону каждый день. И все. И все бы забылось, но нет. Был устроен шумный процесс, раздут скандал и так далее. И все это еще происходило параллельно вместе со всякими скандалами, которые начались с часов патриарха знаменитых, потом представители церкви стали попадать пьяными в аварии на дорогих машинах и т.д. То есть из этого была сделана грандиозная пиар-акция, которая нанесла катастрофический совершенно с моей точки зрения удар по имиджу церкви. Ты говоришь, была сделана. Проблема в том, что ее никто не делал. Вот каждый из участников этой акции, этой истории делал ошибку за ошибкой. Каждый показал себя самой неприглядной стороны. И представители так называемой неформальной культуры, и власть в лице судебной власти, и церковь в лице патриарха, который не вышел и сказал, конечно, простить их надо, потому что вера у меня такая. Она диктует мне прощение. И тогда бы совершенно по-другому мы ко всему этому относились. Но, возможно, в этом есть какой-то господний замысел. И вот таким образом нам был показан в очередной раз уровень нашего общества, в котором мы живем. Потому что все оказались хуже. Вот это я с прискорбием могу констатировать. Очень редки здравые суждения по этой теме. Я сам не претендую на истину в последней инстанции, но мне кажется вот так. Тогда мы берем и отодвигаем ее. Достаточно мы о ней поговорили. А еще с учетом того, сколько в течение года о ней говорилось, это вообще более чем достаточно. Переходим к следующей. Следующая тема, о которой я могу сказать, что я не являюсь в ней экспертом. Поэтому я буду просить сейчас комментария у человека гораздо более сведущего. И который нам объяснит, а вообще что в этом регионе происходит? Что за тема? Ближний Восток, условно говоря. В 2012 году события происходили, а, в Сирии. Они начались еще в 11 осенью. А в 2012 просто разгорелись со страшной силой. И особенно если учесть ту международную реакцию на то, что происходит в этой, в общем, небольшой ближневосточной стране. Это Египет. Это не совсем Ближний Восток. Это Северная Африка. Но влияние на то, что происходит в регионе колоссальное. И это Палестина. Которая, если я не ошибаюсь, в конце года, то ли в ноябре, в конце, там уже в ноябре, то ли в декабре, Организация Объединенных Наций предоставила статус государства-наблюдателя. И тоже ситуация неоднозначная, потому что великие мира сего государства были категорически против этого. Евгений Янович Сатановский с нами на связи. Евгений Янович, расскажите, что здесь стоило бы выделить, и откуда, и куда мы идем в этом регионе? Ну, в регионе мы-то понятно, куда идем. Там завершается арабская весна, новый халифат, формирует Катар и Саудовская Аравия, конкурируя друг с другом. Рядом Эрдоган в Турции пытается стать оттаманским султаном. У него сейчас завязывая конституция. Он давал себе полномочия больше, чем у Обамы. Исламская революция в Египте успешно развивается, на марше. И вообще последними там осталось в Северной Африке из светских хунт – это Алжир, ну и Сирия, недобитая в Машвике. А если Сирия рухнет, то, конечно, рухнут и Ордания, и, скорее всего, в Северной Африке Марокко. Но при этом Катар и Саудовская Аравия тоже друг с другом в тяжелых конкурентных отношениях. Забок все это поддерживает. Престол против терроризма провален, и тут все рухнуло. Последняя памятка, которая выходит для американского солдата в Афганистане – талибов не ругать, про права женщин и не говорить, педофилию не осуждать, ислам вообще не затрагивать. Что касается дальнейшего, ну, центрально-азиатская весна – попытка спровоцировать удар исламизма по Казахстану и Узбекистану. И дальше оттуда выход на Поволжье, на Южную Башкиру, на Южную Уралу, Сибирь и, конечно, Северный Кавказ. Потому что нам уже четко сказали, что мы враг. Это зафиксировано во всех радиотелевизионных передачах, всех газетах стран арабского мира. И все диалоги нашего министра иностранных дел по Сирии с арабскими монархиями идут в стиле такой талышской музыкальной миниатюры «давай, до свидания». То есть, пшел вон. Ну, на дипломатическом языке, но, безусловно, пшел вон. В этом плане оптимизма мало. Что касается того мелкого, но распиаренного конфликта Израиля с Палестиной, такая великая авантюра, на которую много денег было украдено, десятки миллиардов долларов, он провалился в качестве честного брокера, он больше не посредник. И генассамблея, которую можно купить, что называется, не запонюх табака, окончательно вышла из-под контроля суббез. Шесть Палестина государства, в нем он фильм государства, Макдональдс государства, и государств таких наплодить можно сколько угодно. Кстати говоря, наши дипломаты, которые это отголосовали, забыли, что у нас вся страна из таких государств стоит, от Рязани и Казани до Ичкирии и Дальневосточной Республики. Нас тут наполосовать можно элементарно. Генассамблея сделает с диким удовольствием, поскольку мы там в ООН сегодня никто, и звать нас никак. У нас только есть право на блокирование калаветов, суббез. Нет, но мы-то наши потенциальные такие псевдогосударства просто хорошо подпитываем, хорошо финансируем. Ни у кого там не вызывает желание поставить этот вопрос. Нет, вот давайте только себя не обманывать. Когда если в нашей вертикали власти жесткая, где все заточено под первое лицо, это первое лицо, и по естественным физическим причинам перестает управлять или уходит со своего поста, то дальше каждый начинает выкраивать себя по стороне. Я вас уверяю, что Дальнему Востоку большая земля, как это там называется, совершенно не нужна. И вообще она мало кому нужна, за исключением, опять-таки, центра. А если центр не работает, мы в 99-м году видели, как это работало. Вон вам уральское соглашение. Вы сейчас, Евгений Янович, вы сейчас нас агитируете за четвертый президентский срок для Путина, я так понимаю. Я не говорю вообще ни за что. Владимир Владимирович, президент хочет оставить страну после себя. Его работа, он за нее зарплату получает. Не хочет тоже его работа, его проблемы. И это чего? Мы привыкли к тому, что живем в стране оккупированной руководством, никаких проблем здесь нет, и выживем при любых обстоятельствах. Евгений Янович, у меня такой полувопрос. Вы говорите о том, что нам объявлено, что мы враг, и что дальше это Казахстан, дальше это Татарстан, дальше это Северный Кавказ. Меня интересует, это происходит при попустительстве западных стран или при участии западных стран. Есть какой-то глобальный план за этим вообще? Нет никого тут глобального плана. Все борются против всех. Западу совершенно необязательно за нас делать нашу работу. И Запад не хотел, чтобы развалился Советский Союз. И до смерти этого боялся. Но если мы сами распустились, потому что каждый большой партийный начальник решил выкроить все государства и стать президентом, то они-то чего, за нас, что ли, его будут сшивать? Мы вообще хоть и верхние войны, но с ракетами. Может, чуть-чуть подгнившими, но вообще уничтожить шарик еще можно. За нас никто биться не будет. Против нас специально? Да, в общем, нет. Но у нас отвратительные отношения. И, конечно, по Сирии это видно, по закону Магнитского это видно. Но мы не вписываемся мы никуда. И потому, в том числе, что вписываться в том формате, в котором можем, мы не хотим. А в том, в котором мы хотим, мало ли, о чем мы прохида думаем. У нас же есть реальная какая-то вещь. Ну, вышел с Паниэль на площадку и решил стать кавказской овчаркой. А он не может. Он с Паниэль. Ну что ж, есть, Миша, нет? Кать? Меня волнует только одно, и хотелось бы получить у нашего эксперта Евгения Ивановича ответ на это. Поддерживаете ли вы мнение главы российского МИДа Сергея Лаврова, что наша страна не должна диктовать условия Сирии? И ожидаете ли вы химическую войну? Что мне Лаврова поддерживать или нет? Он человек взрослый. Вполне, кстати, порядочный. Гадости делает без удовольствия, когда вынужден. Но опять, он министр иностранных дел. Я на госслужбу не шел, не иду и не пойду никогда. Поэтому, чего нам в Сирии про Сирию говорить? Мы в Сирии про себя говорим вместе с Китаем. И наше вето в ООН, чтобы не допустить интервенции. Это ровно для того, чтобы продемонстрировать, что без нас новый передел мира через ООН не пройдет. Ну, а без нас и без ООН, это как в Багдаде, пожалуйста. Поэтому будет ли война? А как же? Только не про Сирию эта речь. Она в основном про столкновение Ирана с аравийскими монархиями заливой. Вот это гораздо веселее, чем все, о чем мы говорим в Сирии. А в Сирии это так, как Третья мировая война, которой все говорят, но ее не будет. Это как Италия для Германии во время Великой Отечественной, она же Вторая мировая. Такой второй уровень фронта, не более чем. Евгений Становский, президент Института Ближнего Востока. Благодарю вас, Евгений Янович. Давайте, мои друзья, переходить к следующей теме. Она, в общем, тоже глобальная такая. Только уже с экономической точки зрения, глобальный экономический передел мира, Россия вступила в Всемирную торговую организацию. С 22 августа мы официально присоединились к ВТО, став ее 156-й страной-участницей. Мы с 93-го года этого добивались. И таки добились. После этого, и особенно после этого, хотя и до этого немножко поговорили, мы стали рассуждать, а надо это нам вообще или не надо. И, в общем, мнения, как говорится, разделились. Я признаюсь больше, ну, вероятно, потому что вот такие у меня, такой у меня круг общения, я больше слушал мнений отрицательных. Я не знаю, доводилось вам, какие мнения слушать. Ну, я слышал положительные ожидания, скажем так, от вступления России в ВТО. Во всяком случае, если бы в нашей стране все происходило по той же схеме и по той же логике, как в других странах, столь же развитых или более развитых, то тогда мы могли бы ожидать от вступления в ВТО, например, снижение цен на лекарства. Или снижение цен на импортные автомобили, потому что вступление в ВТО, оно автоматически отменяет те заградительные пошлины на ввоз. На 5% они вроде как и понизились. Да, но у нас это добирают дилеры. Наш коллега Сергей Слонян об этом много раз рассказывал. На ценники в итоге не повлияют. Не сказывается совершенно. Мало того, поскольку процедура вступления России в ВТО растянута аж на 7 лет вперед, то понятно, что даже если цены на лекарства начнут снижаться, за это время просто инфляция изменит ценники так, что человек вчера покупал условно аспирин за 100 рублей, а завтра он пришел в аптеку и увидел его за 60. Нет, такого не произойдет. То есть на своем кошельке среднестатистический гражданин России никаких выгод от вступления в ВТО не получит. Кто получит, это уже вопрос к специалистам. Ну, может быть, эмоционально мы более стали удовлетворены. Мы вот в числе тех 155. Екатерина. Вы удовлетворены эмоционально. Эмоционально. Ну, если только с точки зрения, как в некотором смысле человек бизнеса, мне бы хотелось, чтобы наша страна, как участник всемирной какой-то истории, тоже задавалась вопросом, что делается в соседних государствах. Ну, или в государствах на другом полушарии. И каким-то образом эти государства также интересовались делами в нашей стране, в экономическом смысле. То есть о чем я хочу сказать? О том, что если люди всех стран и всего земного шара будут между собой как-то договариваться, то, наверное, гипотетически всем нам, может быть, где-то станет жить лучше. Ну, это да. Но вот смотрите, что происходит. Уже понятны некоторые итоги нашего вступления в ВТО. На Западе существуют гигантские корпорации и конгломераты, которые занимаются производством продуктов питания. И вот уже за эту осень, за прошедшую осень, зарегистрирован скачок импорта продуктов в Россию. Мы и так-то себя продовольствуем не обеспечиванием. У нас с продовольственной безопасностью не все слишком хорошо в России. Далеко не все хорошо и уже давно. Да. И тут оказывается, что наше сельское хозяйство, которое, ну, деревня угроблена, мы об этом уже говорили. Сельское хозяйство, так, в глобальном, так сказать, смысле, оно еще как-то держится. Хотя там и по зерну есть проблемы и урожай в этом году. Он, правда, во всем мире в этом году был плохой. Но вот смотрите, мы вступили в ВТО и моментально подскочил импорт того, с чем еще даже вот во время кризиса у нас было все более-менее нормально. Вот, пожалуйста, живое следствие. Это особенности национального характера. Ведения бизнеса. Вот давайте бизнесмена и послушаем еще одного. С нами на связи Игорь Николаев, директ департамента стратегического анализа компании ФБК. Игорь, добрый вечер. Да, добрый вечер. Но я вообще-то себя к бизнесменам не отношу. С точки зрения ведения бизнеса в нашей стране, как это сказывается? А, ну вот на эту тему, конечно, можно поговорить и нужно поговорить. С точки зрения ведения бизнеса, знаете, вот для меня очень показательным и тревожным таким примером являются наши производители зерноуборочной техники. Как известно, буквально несколько дней назад было принято решение, специальная пошлина введена 27,5%. Это как раз те, кто категорически возражал, кто собирался референдум устраивать и собирал подписи против вступления в ВТО. С момента вступления пошлина на импортную зерноуборочную технику понизилась с 15% до 5%. А сейчас к этим 5% будет приплюсовано вот эти 27,5%. То есть фактически пошлины вот по тому сегменту, который, казалось бы, ну действительно у Измин, они сильно достаточно возросли. И так будет до июля. И чем это расследование закончится, непонятно. То есть надежда на то, что выиграют хотя бы потребители, пока не оправдываются по таким чувствительным сегментам. Ведь благо ВТО, самое главное, это то, что потребители должны выиграть, потому что мы всегда заботимся о производителях, забываем о потребителях. А здесь, знаете, я всегда был двумя руками за, но я посмотрю, как это вот сейчас все происходит и какое исполнение. И у меня такое впечатление, что даже вот этим можно воспользоваться вступлением ВТО, чтобы наоборот, в общем, ну уж если и выиграют на какое-то время производители, то потребители точно проиграют. Поэтому неоднозначные у нас итоги получаются для бизнеса. А для потребителей вообще? Итоги-то, наверное, все-таки подводить рано, потому что мы как бы что-то предварительное пытаемся, что вот да, вот эта отрасль что-то там недосчитается, вот это, вот это, вот это. Но нам же говорят, что у нас другие правила экономического функционирования, другие правила игры, да, потому что сейчас мы играем после вступления, мы играем по мировым правилам. Это хорошо или плохо? Это хорошо. Стратегически это хорошо. Но я не уверен, что мы играем по мировым правилам. Вот я уже сказал об этом примере с производителями зерноуборочной техники. Вообще-то такие специальные пошлины должны вводиться на основе анализа первых итогов. Насколько возрос импорт, насколько ухудшилось финансовое положение. У нас фактически эта пошлина была введена на основе данных за первое полугодие. Когда импорт, действительно, импорт в первом полугодии, когда мы не были еще в ВТО, возрос на 92%. У нас получается, мы по своим правилам в данном случае. То есть в теории, да, мы должны по правилам ВТО, но конкретный пример, специальная защитная пошлина, которая устанавливается по нашим правилам. И к нам будут еще претензии, я в этом уверен. Поэтому, безусловно, теоретически это хорошо и так и должно быть по общим правилам. Но получается, что эти общие правила не нами, кстати, только, но и другими. Но нами не соблюдаются. И мы, в том числе, с этого начали свое членство в ВТО. Спасибо вам большое. Игорь Николаев, директор департамента стратегического анализа компании ФБК, был с нами на связи и помог нам разобраться в том, что происходит после нашего вступления, нашего, имею в виду Российскую Федерацию, во Всемирную торговую организацию. Я только в завершении этой темы скажу о том, что там, в общем, это как бы дорожка только в одну сторону. Если нам вдруг не понравится, то просто так оттуда не выйти. Понимаете, да? Безусловно. То есть, ах, ребят, ну так нельзя. Сейчас сюда, потом обратно. Теперь уже платите денежки за то, что вы хотите отсюда выйти, если вам вдруг это невыгодно. О чем же вы думали, извините, 16 лет? То есть, 18, когда хотели вступить, 19. Илья, ну тут у меня есть надежда, есть чем вас обрадовать. Мы Наполеона победили, Гитлера победили. Мы ВТО победим. Оно, как мы уже видим, не работает так, как работает везде. То есть, оно будет разрушено повсюду в мире. Да, Россия, как внедренный вирус, она разрушит Всемирную торговую организацию. Этим, я думаю, все кончится. Нас нельзя победить, даже с помощью ВТО. А, ну, если все так, то да, я понимаю, чем руководствует депутат Государственной Думы, ратифицируя и Совет Федерации, и подписывая президент. Тогда, конечно. Тогда это все объясняет. А тут еще хочется вспомнить же прогнозы развития нашей страны, когда после 25-го года, благодаря уж Путину или вопреки его управлению, ну, Россия станет лучшим государством всего земного шара. Это когда будет про Россию? Это после 25-го года. Счастье к нам придет, и город-сад в России как раз. А это совсем скоро. Совсем скоро. Это 13 лет осталось. А уж к 50-му году так вообще все хорошо в России станет. Так что что там в ВТО? Коллеги, дожить надо. Давайте дальше. Да, это главный вопрос после такой постановки. А доживем ли? Значит, теперь мы переходим, друзья мои, к, на мой взгляд, двум самым интересным темам уходящего года. Это коррупция. Тема борьбы с коррупцией. Ну, она неизбывна. Она, так сказать, с нами по жизни. Это как насморк, праздник, который всегда со мной, да, говорят. Значит, и отставка Сердюкова, и это американский акт Магнитского и наш ответ. Вот давайте по очереди мы на эти две темы и поговорим. Значит, помните, да, начало ноября, первые числа, президент появляется в телевизоре и говорит, учитывая обстановку, которая сложилась вокруг Министерства обороны, для того, чтобы создать условия для объективного расследования всех вопросов, мною принято решение освободить министра обороны Сердюкова от занимаемой должности. Гоголевская немая сцена. Все ждут. А что же будет дальше? Ну, дальше, так сказать, было... А что народ, да? А что народ безмолвствует, но он ждет, что дальше. Следующее действие власти. Шойгу. Хорошо, занимает место. А что будет дальше с Сердюковым? И этот вопрос висит до сих пор. Господин Сердюков был вызван вчера или позавчера на допрос. Заболевший Генрих Падва. Допрос переносится на 11 января. А потом неизвестно вообще, куда это может уйти. Итак, действительно ли отставка господина Сердюкова это мощный посыл, который демонстрирует верховная власть страны в борьбе с коррупцией? Мне кажется, что если власть посылает, и причем делает это мощно, то она посылает куда-то в район Краснокаменска. А в данный момент мы видим великолепную Санта-Барбару с участием госпожи Васильевой, которая сидит в 13 или там скольки, цати комнатах, да, и требует пускать к себе обслугу, потому что иначе домашний арест, в общем-то, не арест, а ложится на нее невыносимым совершенно бременем и адскими муками. По слухам, даже сам отставленный министр навещает госпожу Васильеву, свою бывшую подчиненную, и вот это вся страна увлеченно обсуждает, потому что это же показывают и по телевидению, все каналы и в интернете, это в топе новостей и т.д. А ВОЗ и ныне там. То есть там в этих коррупционных делах по коррупции в Министерстве обороны есть конкретные фигуранты, госпожа Васильева, она, по-моему, тоже проходит по этому делу как подозреваемая в коррупции, но статус бывшего министра обороны – это свидетель. И не наспоряне на все намеки даже официального представителя Следственного комитета Маркина, который говорил, что этот статус, возможно, изменится, и Светлевиков тоже станет подозреваемым, но он один из самых популярных персон на телевидении, естественно, говорил. Да, так это легко и просто… Он приходит к нам в дом как член семьи. Абсолютно. Да, и рассказывает последнее его… Он как Онищенко практически. Ну да. Он просто ньюсмейкер в последнее время, модно так. Да, он нам, последняя его история о том, что Следственный комитет собрал уже достаточное количество материалов на то, чтобы, значит, бывшего министра обороны-то зацепить. И он уже никуда не уйдет. Вот он нас успокоил. Ребята, мы собирали. Мы собирали, и теперь мы точно можем сказать, что он никуда не денется. Ну, вероятно, такой был посыл. Ну, по крайней мере, люди очень хотели это услышать. Напомнить вам о некотором деле, которое было закрыто благодаря другу и сокурснику Владимиру Владимировичу Путину, начальнику Следственного комитета МВД РФ Алексею Анечкину, дело номер 144-128, известное как «Дело Путина». Если полистать интернет, можно много информации по этому поводу почитать. Вот как раз одно из примеров, как закрываются дела, и бывший старший следователь по особо важным делам отдела проследования преступлений в сфере коррупции и экономики Следственного управления, Следственного комитета МВД России по СФО, полковник юстиции в Оставке Андрей Зыков, очень здорово рассказывает про эту веселую историю, которая, в общем-то, и отвечает на все вопросы коррупции в нашей стране. То есть, когда надо, закрыто будет. И как это, чего стоит ожидать от дела Сердюкова. По моему мнению, будет закрыто за милую душу. Давайте мы сейчас в разговоре о коррупции не забудем о том, что решение об отставке Сердюкова – это, ну, просто салют на улице военных, военнослужащих. Ну да, и со стороны военных частей раздавались, по-моему, бурные продолжительные аплодисменты. Бурные продолжительные аплодисменты. И люди также были обнадежены, что теперь, наконец, у нас будет по-другому. Виктор Баранец, военный обозреватель, с нами на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, оправдываются ожидания? Какие именно? Давайте только говорить. Что касается, давайте начнем с ожиданий. Хорошо, хорошо, я отвечаю на ваш вопрос. Какие могут быть оправдываться ожидания, если господин Шойко пробыл в должности два месяца? Ему для того, чтобы осмотреть только руины сердюковских реформ, нужно не минимум полугода. Мы люди военные, хотя и перед Новым годом, но еще трезвые, и прекрасно понимаем, какое хозяйство досталось Шойгу. И потому просто наблюдаем, что он делает, и уже, может быть, если где-то делают ошибки, мы пытаемся все-таки на них обратить внимание. Пока о результатах реформ или той работы, которую сейчас возглавляет Шойгу, говорит рано. Я просто не понимаю, почему... Ну, конечно, у нас вечность впереди, да? То есть, ну... А вы хотите через два месяца, чтобы разваленная армия была другой? Или что вы хотите? Нет, вы говорите о том, что полгода нужно только для того, чтобы войти в курс дел. Господин, почему же нельзя поставить на хозяйство того человека, который вообще-то в курсе, что происходит в подведомственном ему учреждении? Ну, как бы... Ну, вот ты военный, военнослужащий, ты генерал, на, возглавляй. Ты знаешь, что там происходит. Почему такое решение? Хорошо. Вы понимаете, что для того, чтобы вместо Сердюкова назначить человека из команды Сердюкова, это значит, что неминуемо повторять те ошибки, которые творились при Сердюкове. И те высокопоставленные генералы во главе с начальником генерального штаба, который, кстати, наломал дров тысячу раз больше, чем сам Сердюков. Может быть, его нам надо назначить на министра обороны, чтобы армия... Он тоже продолжал превращать армию в посмешности. Потому и был назначен человек со стороны, что он не принадлежал команде Сердюкова. И человек, я вам скажу, не самый плохой в огромной череде наших крупных руководителей. Я не знаю, может быть, вы разделяете команду Сердюкова и команду Путина? Я, так сказать, не знаю больше таких людей. Потому что для большинства это одна команда. Если продолжать, допустим, ерничать, а ерничество сейчас стало, в общем-то, сердцем нашей такой низкопробной журналистики, то-то, конечно, можно... Это мой огород, конечно, что ли. ...выпендриваться, насмехаться. Но я военный аналитик. Моя... Материалом для моих исследований и выводов являются не домыслы, не сказки, не вонючие слухи, валяющиеся на улицах Москвы, а факты и только факты. Я не понимаю, что значит чья-то команда. У нас есть вообще одна команда. Одна команда правителей России. Вот так я ее понимаю. Виктор Николаевич, ну когда-нибудь изменится ситуация-то в нашем военном ведомстве? Ведь вот я как не журналист в данном случае, а дочь офицера, полковника нашей в прошлом советской армии и радиоинженера могу констатировать, как мой папа работает с сентября месяца круглосуточно, а до сентября немножко с прохладцей. И начинает год просто с трехмесячным или двухмесячным отпуском без содержания. А где ваш папа работает? На военной промышленности? На военной промышленности работает. Хорошо, вот можно я вам расскажу, почему так с папой получалось? Нет? Да, конечно. Я вам расскажу. Значит, вот там, где папа работает, там есть предприятие, которое выполняет гособоронзаказ. Так? В нашей, когда ваш папа был маленьким, еще ходил в сатиновых трусиках, так вот его дедушка, работающий там министр финансов, или где, он деньги на гособоронзаказ, то есть на танки, на пушки, ракеты, это свято, перечислял оборонным заводом ровно к декабрю. Новый год, уже шампанское сходилось, все деньги были на заводе. Так вот, при Сердюкове деньги стали приходить в августе, в сентябре. И вы, можно ли выполнить тот план за полгода, или за четыре месяца, на которые бы отводился год? Мы говорим об одном и том же. Нет, нет. Вот это, вот это, одна из причин того, что ваш папа полгода прохлаждался, а потом начинал сахановским темпами клепать танки. Вот одна из причин. Кстати, Сердюкову и от Путина, и от Медведева публично доставалось по башке. И вы знаете эти знаменитые фразы. И уже и топал ногами, и Путин, и Медведев топали. Сердюков все равно гнул свою линию, и деньги не поступали в оборонку. Виктор Николаевич, но получается, что Сердюков настолько всесилен, что его ругали и Дмитрий Анатольевич Медведев, и Владимир Владимирович Путин, и даже его сместили с поста и с таким гигантским коррупционным скандалом, и он проходит по делу свидетелем. Ваш прогноз, его накажут? Или армии нашей сейчас на это абсолютно наплевать, лишь бы все-таки дело в сторону исправления ситуации сдвинулось? Вы сейчас своим вопросом затронули сразу 10 аспектов. Отвечаю на первый. Вы говорите, Сердюков такой всесильный. Сердюков ведь пытался гнуть линию, которую и я поддерживал, хотя я, в общем-то, считаюсь его врагом. Что хотел Сердюков? Сердюков говорит, я не хочу получать дорогостоящий железный хлам. И вот то оружие, которое поступает в армию, я не хочу за него втридорого получать, а армия на нем два дня покатается и выбрасывает в утиль. И тут даже самый тупой офицер был и остается на стороне Сердюкова. И эту же линию проводит Шойгу и будет проводить. Ну а теперь вы говорите, спрашиваете, чем может закончиться дело Сердюкова вот в расследовании уголовных дел оборонсервиса. Ну, во-первых, вы знаете, что бы мы ни говорили, что бы мы ни говорили, а публичный вызов Сердюкова для показания следствия, уже это в условиях полной проституции нашей Фемиды, это уже серьезный шаг к тому, чтобы придать этому процессу хотя бы видимость законности. И это надо отмечать. Потому что недавно мы еще с вами сидели, с семечками плевать, говорят, да хрен его вызовут, да не вызовут, да Бастрыкин там описывается. Не описывался Бастрыкин. Вызвал Сердюкова. Позвал за стол. Правда, ни хрена ему Сердюков не сказал. Не послал, конечно, следователя, но и сказал, что на вопросы отвечать не буду. А знаете, почему он на этот вопрос не отвечал? Потому что на саде сидел Падва и сказал, Толик, ты сходи на разведку, посмотри, что этих людей интересует. А потом придешь назад, мы с тобой под коньячок и выработаем стратегию дальнейшей защиты. А потом ты пойдешь и будешь отвечать так. Или следующее заседание я не пойду. То есть нам нужно провести, Толик, глубинную разведку и узнать, какой фактурой располагает Следственный комитет. Это мировая практика. Мы неестественно деланы, мы знаем, что так везде было. Но молчать Сердюков так долго не будет, потому что тогда этот процесс действительно превратится в бодафорию, в цирк Шабито. Вик Николаевич, я тоже неестественно деланный. Вы меня как бы намекнули на то, что я некорректный журналист. Я еще раз спрашиваю. Скажите, а в военном ведомстве кто-то не из команды Сердюкова был, кого можно назначить министром обороны, с тем, чтобы полчаса на раскачку, то есть полгода на раскачку не уходило? Вы знаете, болезнь заходила так долго и глубоко, что если бы сейчас мы назначили Клаузица, Наполеона, то вы знаете, он бы действовал еще медленнее, чем Шойгу. А Шойгу хоть работал в параллельном ведомстве, но все-таки на армию глаз косил. Да, вы спрашиваете, был ли человек, который бы мог бы сразу принять должность министра обороны? Отвечаю, был. Но я не Путин, чтобы его назначить. Я всего лишь военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». И если вас интересует мое мнение, то я всегда говорил и давно уже писал, что такой подходящей фигурой вполне мог бы стать нынешний начальник генерального штаба Валерий Герасимов. Но дело в том, что вверху как бы, помните, была мода пижачка назначить министром обороны, а Герасимов родовой, родовой военный. То есть мы, с одной стороны, вроде бы у нас и полувоенный министр обороны, с другой стороны, он то в пижачке пойдет, то в мундире, то в пижачке, то в мундире. Но это все равно очень важный знак. Кремль подает сигнал армии о том, что он перестает разговаривать на языке Васильевой с армией. Он уже не называет зелеными человечками. И вот этот даже полушажок в том, что в армию вернулись на первый пост погоны, это очень важный для нас военный шаг. Мы ему аплодировали. Кто там, это мы не осуждаем. Мы, люди подчиненные, нам сказали, что школьку министр обороны, мы будем ему подчиняться. Но если вас интересует мнение Баранца, то, конечно бы, я, например, в свое время предпочел бы, конечно, назначить Герасимов. Вот такое мое мнение. Спасибо большое. Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Интересно, да? Интересное мнение военного. А давайте мы тему уже сменим, потому что у нас на не менее интересную тему акта Магнитского и ответа антимагнитского, который Россия представила, в свою очередь, Соединенным Штатам, остается совсем немного времени. Итак, началось это все давно, когда в заключении скончался господин Магнитский. История набирала обороты. Она поражала своей бессовестностью. Ну как, просто человека можно убить, и за это никому ничего не будет. Поделили миллионы долларов. Все все знают, все в открытом доступе, и никакой реакции нет вообще. Американцы этим возмутились, и 6-го числа приняли закон Магнитского. Который, правда, с увязкой, с законом Джексона Веника они прописали. Вот этот старый Джексона Веника был отменен, а новая поправка, вот этот акт Магнитского, был принят. И Обама его подписал, чем вызвал крайнее недовольство нашей политической элиты. Друзья, выскажите свое мнение по этому вопросу. Здесь только развести руки. Потому как реакция Америки, она понятна. Почитав список Магнитского, может быть, любой здравомыслящий человек предпринял бы какие-то меры. А вот реакция нашей страны на эту историю много обсуждалась в последнее время в средствах массовой информации. И, как мне кажется, из всех этих обсуждений никакого вывода, кроме как развести руки, в общем-то и не последовала. Одна риторика. Ну, здесь не все так просто. Все, ну или большинство комментаторов, они обсуждают ту самую историю с запретом усыновления граждан Соединенных Штатов российских детей. Все были страшно возмущены. Но дело в том, что пункт о детях это не главный пункт закона вот этого антимагнитского. Там есть еще три статьи. О детях это статья четвертая. Она явно была туда вписана специально. Кто это сделал, я не знаю. И именно эта статья расколола фактически общество. И рядовых граждан, и элиту, потому что президент поддержал, он подписал уже этот закон. Хотя, например, Сергей Лавров, министр иностранных дел, был против. И еще многие люди, не менее значимые в нашей стране, были против. В то время как основная часть этого закона, она наносит очередной удар по некоммерческим организациям. Там говорится о том, что некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью, что по новому летнему закону о шпионаже трактуется очень широко, вот эта политическая деятельность. Так вот, эти организации не могут возглавлять граждане, извините за тавтологию, с двойным гражданством. Только российские граждане. И таким образом это наносит удар по Московской Хельсинской группе, Human Rights Watch и т.д. То есть фактически закон направлен против них. А вот зачем было туда вписывать эту четвертую статью об усыновлении российских детей американскими гражданами для меня величайшая загадка. А давайте спросим об этом президента Института национальной стратегии Санислава Белковского. Добрый вечер. А нет, а нет у нас связи. Сорвался звонок сейчас будет еще. Хотя было бы интересно. Но сейчас, знаете, смешно эту поправку называют закон Катилаховой, да? Да, сначала некорректно называли именем этого погибшего трагически ребенка, что абсолютно неправильно. Но вот теперь гораздо остроумнее. Я сегодня с удивлением обнаружил предложение известного хирурга Леонида Рошаля в Москве памятник Диме Яковлеву поставил. Он начал с того, что он всецело поддерживает нашего президента, подписавшего этот законопроект. Хотя я изначально был против, по-моему. А сейчас предлагает поставить памятник. И у меня, честно говоря, тоже. Просто я не знаю, что на это сказать. Ну, мне кажется, с конец года все устали. Это правда. Но мне чрезвычайно понравилась позиция Ирины Ясиной, которая предложила всем этим товарищам, всем этим политикам, которые подписали этот закон, усыновить по хотя бы одному из списка... Они говорят, что это некорректное предложение. На самом деле никто из нас, ну, большинство из нас не готовы это сделать. Ну, как бы тоже не совсем корректное предложение. Итак, как это, вот эта поправка имени Екатерины Лаховой появилась в законе, антимагнитском законе? Давайте узнаем. И Санислав Белковский на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Я считаю, что это, как сказали неизвестные мне от фронта в сети интернет, предложение фактически бомбить Воронеж в обмен на бомбардировку НАТО-Сирии. То есть власть высекла сама себя, как он, профессорский вдова, неизвестный пьеса Николая Васильевича Гоголя, потому что даже среди моих многих знакомых, которые лояльно относились к Владимиру Владимировичу Путину, вполне нет никакого понимания нравственной основы принятых решений. И это, конечно, носит огромный удар по авторитету власти и по ее позиции. Нет, ну, Год вообще знаменит своими ошибками. В частности, мы вот недавно говорили про Пусси Райт, там каждый свое наляпал. А здесь-то зачем? Это перестройка 2. Это то, что ваш друг Белковский всегда воспринял. Что власть начинает принимать решения, категорически претворить через собственную интерьеру. То есть вместо того, чтобы действительно ответить что-то Америке, ну хорошо, хотите ответить Америке, ответьте, пожалуйста. Ну зачем же уничтожать собственных детей ради того, чтобы ответить Америке? Вот это логика решений, которая устроилась в этом году, это логика типично перестройщенная, то есть уничтожая сейчас саму моральную легитимность власти. Слушайте, но три же этапа утверждения, Государственная Дума, Совет Федерации и Президент. Ну неужели ни одно ситечко не задержало это зернышко? Ну это были люди, которые и в Госдуме, и в Совет Федерации голосовали против. Но мне кажется, что все-таки у Владимира Владимировича Путина проблемы со здоровьем-то и есть. И это я утверждаю как человек, который смог бы использовать здоровье. Потому что мне кажется, психологически он начинает сцить какую-то ненависть, иррациональную ненависть в человечестве. Потому что его такого офигительного не ценят. Это безусловно проблема медицинского порядка. Потому что ну как же детей-то своих можно убивать? И главное, что это дает в отношениях США. Да ничего. То есть вы считаете, что это эмоциональное такое решение? Это какая-то истерика? Такое, я бы сказал, психотропное решение. Решение на грани психи-псидической несостоятельности. И это именно те решения, просто если мы вспомним, какие решения принимали советские власти в конце 80-х, вот такие принимались. Они привели к краху Советского Союза, поэтому тезис о перестройке 2 абсолютно подтверждает. Забавное мнение. Мне хотелось бы продолжить тему о перестройке 2. И что же нас ждет в 2013 году в этой связи? В этом связи нас ждет полная дискредитация власти. Потому что, понимаете, вот я говорю, что у меня много друзей, которые знакомы, а все-таки в этом смысле мне кажется достаточно репрезентативно, потому что я долгие годы общался в кругах людей, которые более или менее формировали позицию, если не элит, это может быть слишком сильное слово, то во всяком случае активного творческого меньшинства. И все эти люди всегда меня критиковали за излишни жесткую позицию по отношению к Кремлю и Путину. Сегодня стало ровно наоборот. Сегодня, по-моему, последним сторонником Путина остались я. Все остальные просто к нему не могут слышать это слово и трясет. Вот это результат. И, конечно, нам стоит ожидать в 2013 году очень существенного ухудшения отношения активной части, мыслящей части российского общества власти. И закон в этом смысле, это триггер и детонатор того, что произойдет. Нет, ну видите, я тут хотел бы все-таки конкретизировать. Вы, конечно, человек общительный, и круг вашего общения широк. Но я больше чем уверен, что те люди... Народ, вы хотите сейчас сказать, что народ, да, там... Я говорю о том, да, о тех людях, конечно, которые голосуют за Путина. Конечно, да, нет, нет. Ну, слушайте, ну, судьбу любой страны всегда решает 2% населения. И именно от позиции этих 2% зависит, что будет странно, а что-то не будет. И судьбу Советского Союза решили, а что 2% населения, что кто-то выступал за ростов Советского Союза в 1994 году. Да штука в том, что судьбу Советского Союза решили те люди, у которых были в руках рычаги власти. А у тех, у кого сейчас они, у них какая точка зрения по этому вопросу? Ну, простите, пожалуйста, Сергей Лавров, министр страны, Ольга Голодец, министр-премьер, Александр Коновалов, министр юстиции, некоторые другие весьма крупные чиновники выступают против закона публично. Это впервые за всю Путинскую эпоху. Вот ответ на ваш вопрос. Спасибо большое. Станислав Белковский был с нами на связи. Мы говорим о нашем ответе на акт Магнитского и наш антимагнитский законопроект, который носит название Димы Яковлева. Значит, друзья мои, что вы думаете относительно, ну, как бы, сейчас же депутаты начинают какие-то странные добавки к этому нам предлагать, типа, сирот, которые являются инвалидами, можно. Давайте рассмотрим вот это. Ну, по-моему, Роберт Шлегель, по-моему, выступал с такой поправкой. Дети, которые нуждаются в лечении, имеют право лечиться и в Соединенных Штатах и так далее. То есть, ну, понятно, что некоторые люди, осознав вот масштаб бедствия, они поняли, какая глупость совершена. Они теперь пытаются как-то сгладить хотя бы вот собственную позицию, да, как-то свое лицо подправить, вот те участники принятия этого закона, да. Мне кажется, безусловно, тут телодвижения какие-то будут. И, ну, извините, у нас уже речь зашла о том, чтобы зимнее время опять отменить, да. И я думаю, что та же участь может ожидать и Большую Москву, кстати, о том, о чем мы сегодня говорили. Я думаю, что мы можем рассчитывать на то, что коррективы в этот закон все-таки будут вынесены. Но вот исходя из того, что говорил сейчас Станислав Белковский, я не знаю, то ли это будет какое-то послабление, например, американцам опять разрешат усыновлять российских детей, то ли российских детей запретят усыновлять вообще любым иностранцам. В этом же законе нет ни слова, ни про граждан Германии, ни про граждан Великобритании, вообще ни про кого, только про Америку. И, короче говоря, я не знаю уже, чего мы можем ждать от наших законодателей в наступающем году и как будет развиваться ситуация именно с этим законом. Но, учетывая то, что все наше законодательство всегда существует с поправками, с актами, подактами и так далее, то ничего удивительного в развитии этого процесса для нас уже нет. Ну, что касается вот именно этого нашего антимагнитского закона, я-то думаю, что он опровергнут не будет никак, потому что уж больно решительно глава государства его поддерживал. Возможно. И в течение вот этих там четырех с половиной часов на пресс-конференции он несколько раз дал понять непонятливым журналистам, что все решение принято. Ребята, назад дороги нет. Вот будет так и никак иначе, потому что. То есть, когда он, так сказать, обвиняет в осадом азохизме, извините, человека, который усыновил ребенка, ну, то есть, он, значит, выведен из себя совсем. И еще потом десять раз отвечая на один и тот же вопрос. Я думаю, здесь заднего хода не будет. Он надеется все-таки на здравый смысл. Ну, другое дело, что, может быть, Дума займется теперь разработкой каких-либо законопроектов, которые могут стимулировать усыновление брошенных детей здесь. Уже занялась. После праздников. Но после праздников, Илья. Ну, уже заявлено, что так. Мы отдохнем, и уж тогда. Мы должны стимулировать. Да, это все было заявлено. Это должны, это мы знаем. Это понятно. Ну, что же. У нас четыре минуты на то, чтобы обозначить планы радиостанции Финам-ФМ в наступающем 2013 году. И тут мы, то есть я передаю слово руководителям нашего канала Кате Романовой и Миши Куренову. Прошу вас. Спасибо, Илья. И здесь я возьму на себя смелость ответить на тот вопрос, который последние сутки задается на сайте радиостанции Финам-ФМ в гостевой книге, в Фейсбуке нашей радиостанции и в некоторых других сетевых дневниках, вопрос по поводу Юры Пранько и почему программа «Реальное время» закрыта. Надо сказать, что вчера вечером я действительно сообщила Юре о прекращении наших взаимоотношений, и это связано с тем, что я по воле своего характера не люблю людей, которые врут и манипулируют другими людьми. А Юра поступил именно таким образом. И чтобы у аудитории не оставалось вопросов в данном сегменте, я хочу сообщить о том, что Юра самостоятельно принял это решение и последнюю неделю самостоятельно прощался с аудиторией и программой «Реальное время». Более того, это решение он принял много раньше, в ноябре, когда трудоустраивался на другую работу, и более того, руководитель этой другой работы спрашивал у меня согласие на переход Юры на эту другую работу. После чего Юра вернулся с вопросом, могу ли я остаться, я постаралась найти место и найти время для программ с участием Юрия Пронько. И тем не менее Юра продолжил взывать к публике, взывать к закрытию программы и подавать это в таком ракурсе, что радиостанцию давят, радиостанция вовлекается в процессы, связанные с Кремлем и прочими реакциями на оппозицию и свободу слова. Вот я вам категорически заявляю, что никакого давления ни на меня, ни на радиостанцию, ни на кого бы то ни было здесь нет. Я никогда не влияла на мнение авторов и ведущих внутри программы и не буду этого делать и впредь. Это авторские программы. И Юра все, что хотел, то и говорил в прямом эфире. Это право каждого ведущего на радиостанции. А то, что и как поступают люди в ситуациях, когда не могут усидеть на стульях, это уже их проблемы. Учитывая, что реальное время, предложенное для Юры по вторникам и пятницам, как все поняли в записи, было обусловлено лишь только тем, что Юра работает на другой радиостанции и не может присутствовать в это время в эфире, у меня опять же отпадают аргументы против того, или аудитория должна отпасть эти аргументы против того, что его каким-либо образом здесь зажимают и сдавливают. Все это я говорю именно потому, что Юра не остановился, и хотя я просила его об этой возможности, все-таки продолжил эту беседу. Что касается будущего, у нас появятся новые авторы. Это Степан Димура, Игорь Виттель, Сергей Асланян в ежедневной линейке, это Андрей Грибанов, Наталья Шатова, Сергей Ильин, Тутта Ларсен и Ирина Ясина. Всех этих умных, интересных и замечательных людей встречайте в новом году. В новом году у нас будет много поводов для встреч, много радости. А уж пользуясь последними секундами уходящего часа, я хочу поздравить всех слушателей с наступающим новым годом и пожелать исполнения желаний тех, к которым вы стремитесь. Гендиректор и главный редактор Финам.ФМ Террина Романова. Я лишь скажу, что кроме нее эти два часа в студии провели Илья Колосов и программный директор Михаил Куриной. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Желаем вам всего самого доброго. До свидания. До наступающих годов. До наступающих.